Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие коллеги! Спасибо большое, что нашли время для того, чтобы сегодня послушать наш вебинар по достаточно новому, в какой-то степени эксклюзивному продукту, который предлагает наша компания Интурист. Мы в начале нашего вебинара несколькими слайдами пройдемся уже по достаточно известной многим информации по бонусным программам и в принципе с чем мы предлагаем работать этой зимой. Дальше я передам слово нашему специалисту, нашему эксперту по продукту, о котором, собственно говоря, мы сегодня будем разговаривать Тимуру. Итак, мы, пожалуй, начнем с нашей общей, так сказать, информации и, простите, что я начал без приветствия. Меня зовут Рашид, кто меня еще не знает. Я представляю отдел развития компании НТК Интурист. Вот, собственно говоря, давайте начинать. Итак, сегодняшний вебинар мы начинаем с достаточно такого бросков заметного резонансного названия нашего вебинара. Интурист бьет по шарам Каппадокии. Цель была, чтобы привлечь ваше внимание. Я надеюсь, нам это удалось. Я очень надеюсь, что сегодняшний вебинар вам всем понравится, потому что будет достаточно много информации непосредственно по тому продукту, который мы хотим вам представить. Итак, начнем с общей информации, как я уже сказал. Значит, наша достаточно уже известная на рынке бонусная программа «Бонус. Легкие деньги. Авиа». Эта программа позволяет вам дополнительно заработать и, собственно, период этой программы по 2019 году уже немножечко завершается, но тем не менее у вас еще осталось немножечко времени. Программа очень популярная, многие заработали достаточно неплохо, помимо своей основной комиссии на этой бонусной программе. Она достаточно простая в обращении. Есть небольшие нюансы, кто еще не знает, я немножечко по ней пройдусь. Значит, суть бонусной программы достаточно простая. Вы бронируете акционные даты, значит, своевременно оплачиваете по договору необходимую часть от заявки. Соответственно, если договор требует 50% платы, это 50% плата. Если это 100%, вы оплачиваете 100% в течение 5 дней и у вас доступно, открывается доступная кнопочка непосредственно в самом туре, когда проваливаетесь под основным столбиком информационным по туру, выделена на желтым, строчка «Принять тур в акцию». Нажимаете эту кнопочку и ждете, пока ваши туристы вернутся. После того, как ваши туристы возвращаются, вам начисляются эти бонусы. Размер бонусов составляет от 500 рублей и периодически до 4,5 тысячи. В среднем 1,5-2 тысячи. 2,5 тысячи за туриста мы начисляем по этой программе. Значит, списывать бонусы, бонусы, легкие деньги, значит, можно на наши базовые отели. Список и перечень техотелей, он представлен непосредственно в программе, в разделе акций. Вы все подробненько можете почитать. Значит, сезон в этой программе участвует не только Турция, но и другие направления в том числе. Значит, хочу обратить ваше внимание, что, как я уже сказал, период программы «Бонус, легкие деньги, авиа» по 2019 году плавненько подходит к концу. И вам нужно обязательно успеть списать бонусы до конца ноября, до 30 ноября. И, значит, уже вы можете копить бонусы под новой программе «Бонус, легкие деньги, авиа» по 2020 году. Соответственно, скоро вы уже сможете их потихонечку начать даже списывать. Ну, собственно говоря, этот слайд еще раз вам напоминает, что стартует уже программа «Бонус, легкие деньги, авиа» по 2020 году. Итак, значит, еще раз хочу напомнить, не забываем списать до 30 ноября ваши бонусы «Легкие деньги, авиа» и начинаем копить новые бонусы по 2020 году. Также у нас постоянно обновляется акция «Промо-коды». Акция «Промо-код» она также вам позволяет дополнительно заработать, но в отличие от «Бонус, легкие деньги, авиа» она не требует какого-то дополнительного внимания, чего-то нажимать, чего-то списывать. А, значит, вы при бронировании запрашиваете на свою почту промо-код специальный и при бронировании непосредственно его уже и вводите. После того, как вы его ввели, если все параметры соответствуют условиям акции, ваш тур пересчитывается и цена становится меньше автоматически. Значит, в условиях акции «Промо-код», то есть непосредственно в этой акции участвуют все туры с авиаперелетом по направлению Анталия двух человек от шести ночей. Значит, период заезда должен быть с 1 ноября по 20 декабря 2019 года, ну, по действующей акции «Промо-код». Естественно, мы периодически эту акцию обновляем. Когда у нас заканчивается период, значит, текущей акции «Промо-код» заканчивается, мы периодически с небольшим перерывом стараемся ее обновлять, чтобы мотивировать вас на дополнительные продажи. Итак, хочу обратить ваше внимание, что у нас есть также акция «Отель дня». Она работает у нас 12 месяцев в году. Она беспрерывная, и в этой акции я уже много раз, на самом деле, своим друзьям, партнерам, коллегам советую и всегда советовал не забывать про эту акцию, потому что она дополнительно вам дает зарабатывать. То есть не ленитесь потратить свое время, это несколько секунд, может быть, минута вашего времени, если вы непосредственно в раздел «Акции» или «Отель дня» зайдете, вы увидите весь перечень услуг, весь перечень акционных предложений, которые мы предлагаем на текущий момент вам забронировать. И в данный момент по акции «Отель дня» пока еще у нас эта акция действует до 17 октября. На текущие предложения, то, о чем мы сегодня будем разговаривать, по экскурсионным турам, вы можете дополнительно к вашей комиссии при бронировании этой программы дополнительно получить прибавку к вашей комиссии, если не ошибаюсь, до 5% дополнительно. До 17 октября по акции «Отель дня» экскурсионные туры «Каппадокия 7 ночей» и «Каппадокия 6 ночей». Хочу обратить ваше внимание, из Москвы мы предлагаем по этим экскурсионным программам бронировать 7 ночей, из таких городов, как Екатеринбург, Казань, Уфа, Нижний Новгород, Челябинск, Тюмень. Мы предлагаем бронировать «Каппадокия 6 ночей». Эта программа, она в принципе действительно для всех городов, откуда есть вылеты в Анталию. И буквально, по-моему, вчера мы посчитали и приняли решение. На сайте в ближайшее время должно появиться, если еще этого нет. На самом деле, уже должно быть на сайте эти же экскурсионные туры с вылетом через Стамбул. Обратите на это внимание тоже. Конечно, цена будет разниться, но тем не менее, потому что есть экскурсионная программа «Каппадокия», есть экскурсионная программа, которая связана со Стамбулом и по Муккале. Где вы посчитаете необходимо бронировать через Стамбул, вы можете это сделать. Более подробно, на самом деле, чуть позже, как я уже сказал, Тимур нам все подробненько расскажет про эту программу. Также я хочу обратить ваше внимание, чтобы вы внимательно слушали Тимура, потому что в конце вебинара у нас будет небольшой розыгрыш. Значит, мы будем разыгрывать один из экскурсионных туров, и к этому розыгрышу будет непосредственно небольшой бонус представлен, значит, от принимающей стороны. Поэтому дослушайте до конца, будьте внимательны, и непосредственно в конце вы сможете ответить. Кто самый первый нам ответит непосредственно в чат, тот и победит. Итак, по полетной программе по зиме 2019-2020 года хочу обратить ваше внимание на то, что мы предлагаем чартерную программу с 1 ноября по направлению Турции и Анталии. На крыльях авиакомпании Red Wings и Nordavia, значит, вылет из городов Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Самара, Уфа, Краснодар, Тюмень, Челябинск, Нижний Новгород и Воронеж. С 1 ноября стартует эта полетная программа. И по Стамбулу мы предлагаем также на крыльях авиакомпании Red Wings и Nordavia, также с 1 ноября стартует, значит, чартерная программа, значит, из таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону и Ростов-на-Дону. У нас почему-то в слайде два раза Ростов-на-Дону. Дальше, значит, экскурсионный тур Каппадокия. Об этом непосредственно, как я уже сказал, нам расскажет Тимур. И я хочу сейчас ему передать непосредственно слово. Подробненько слушаем его. Это наш эксперт и специалист. Я думаю, много новой информации, полезной, вы сейчас от него услышите. Спасибо, Рашид. Надеюсь, информация, которую он вам предоставит, будет полезной. Всем добрый день. Меня зовут Тимур, как сказал Рашид. Спасибо, что в разгар рабочего дня нашли время послушать нашу информацию. Надеюсь, она для вас будет полезной и вы свое время потратите не зря. С этого года, мы, конечно, ранее это все дело тестировали, но с этого года обширную программу полет мы запустили из разных городов. И возможность посетить экскурсионные туры появились не только из основных городов вылета, таких как Москва и Петербург, но и из многих других. Как в Анталии, так и в Стамбул. Наши экскурсионные туры, они очень интересные, они очень познавательные и они очень отличаются от того ленивого пляжного отдыха, который мы все привыкли за последние годы продавать. Так уж случилось, что когда мы говорим Анталия, Турция, то у нас идет сразу ассоциация Анталия, побережье, гостиница All Inclusive и больше ничего. Но на самом деле мы забываем, что в Турции очень много интересного, что есть посмотреть, что нужно посмотреть обязательно. Мало того, различные древние цивилизации перекочевали здесь и каждая после себя оставила очень интересную культуру. Это либо в виде памятников, так же и архитектурных, которые нужно смотреть. Почему эти экскурсионные туры мы делаем, начинают, стартуют в ноябре и заканчиваются в апреле? Дело в том, что, как вы все знаете, в летний период в Анталии очень жарко, очень влажно, и передвигаться, ходить пешком и смотреть все эти достопримечательности очень сложно. Мы большей частью бегаем от кондиционера к кондиционеру. Здесь же осенью и весной в Анталии комфортная погода, именно для прогулок. Она плюсовая, светит солнышко, температура будет как минимум около 20, а то и выше градусов. И тем самым неутомительно, не жарко. И вы спокойно ходите, гуляете, смотрите, слушаете гида. Это первый плюс. И второй плюс, конечно, это безусловная цена. Если вы обратите внимание, зайдете к нам на сайт и в онлайн-поиске найдете один из этих туров, которые мы вам сегодня представим, то вы будете приятно уделены доступной ценой. Мы к вашему вниманию сейчас представим три основных экскурсии, самых интересных, которые охватывают самые интересные части Турции. Это три программы. Экскурсионный тур, который называется Каппадокия. Экскурсионный тур, который начинается с Астамбула, заканчивается в Анталии. И третий тур, самый такой легкий, это тур с прилетом в Анталию, с посещением одного из самых интересных мест. Это Турции, это Памуккале. Давайте начнем мы с Каппадокии. Каппадокия, как, наверное, многие из вас уже знают, в последние годы она стала супер популярной. И в большинстве случаев туристы, когда к нам приходят, они уже заряжены информацией про Каппадокию, много слышали, много видели картинок и хотят обязательно приехать и посмотреть. И это совершенно не случайно. Почему? Потому что Каппадокия является именно тем местом, из которого человеческая цивилизация, в принципе, распространялась по всему остальному миру. Здесь было Херцкое государство, здесь были Оссирийцы, здесь была Римская империя, позже Византия, затем Нусильчуки. И каждая культура оставила после себя наследие. В новое время Каппадокия являлась также центром зарождения христианской религии. И сначала христианство распространилось на территории Каппадокии, а затем уже из самой Каппадокии, можно сказать, миссионеры расходились уже по всему миру и распространяли христианскую религию. Здесь порой можно найти очень интересные церквушки, которые высечены прямо в скале. Очень красивые фрески сохранились, да, именно из тех времен. И на площади нескольких сотен квадратных километров приходится там около трех тысяч церквей. Только можете себе представить. Здесь само по себе Каппадокия образовалась в результате извержения трех вулканов. Внизу остались мягкие породы, наверху были более твердые. И за многие тысячелетия вот эти вот легкие породы вымывались водой, выдувались ветром, да, и получилось так, что какие-то элементы там вот с этим твердым слоем остались, и отсюда образуются эти вот просто неземные лунные ландшафты. Огромное количество этих вот знаменитых столбов, так называемых камин и фей, а также вот прямо вот в этих скалах высечены три города, у которых между собой есть вся коммуникация. Это удивительно, когда спускаешься в подземный город, даешься диву, как в то время могли это все построить, и как это все интересно, как они сделали эту систему вентиляции, которая работает лучше, чем в любом современном здании. И, конечно же, это, безусловно, очень красиво. Такое ощущение, что ты попал на совершенно другую планету, поэтому и гораздо, что это воистине лунные ландшафты. Программа начинается, конечно, вам подробно и интересно будут рассказывать наши гиды, да, и еще одним из самых больших преимуществ наших туров является то, что на протяжении всего тура у вас будет профессиональный гид, который хорошо знает историю и культуру этой страны. Давайте перейдем к самой программе, к экскурсиону Каппадокия. Как я говорил, прилет у нас начинается в Анталию, прилетаем. И здесь, опять же, вот принципиальное различие от обычных пляжных туров заключается в том, что когда самолет прилетает, его, значит, делят на автобусы. И у нас за каждым автобусом закреплен конкретный руссоговорящий профессиональный гид, который на протяжении всего отдыха, вот этот гид, вот этот автобус, да, вот этот водитель, и эта компания, которая собралась в этом автобусе, они будут путешествовать всю неделю вместе. И так как всю неделю вместе, то люди знакомятся, начинается общение, да, и плюс еще, если во время летнего отдыха люди собираются в совершенно разных отелей, да, там 3-4-5 звезд, там разная возрастная аудитория, разные интересы, собираются. Гид, которого они первый раз видят, поехали, приехали, разъехали. Здесь же нет. Здесь атмосфера создается похожая на то, как, вспомните, как вы ездите на рекламнике, да, в рекламниках вы катаетесь и начинаете друг с другом знакомиться, у вас у всех есть общие интересы, у вас есть общая тема для разговора, и многие потом начинают дружить. Атмосфера здесь создается похожая на эту, и люди, конечно, эту атмосферу создают сами. И плюс еще расстояние между гидом и клиентами здесь максимально сокращается. Они начинают дружить, общаться, потом многие туристы присылают, просят передать тому или иному гиду там сладости или еще чего-нибудь. То есть, если вы отправите по этому туру однажды туриста, знайте, что он к вам будет обращаться снова и снова. Экскурсионные туры, они востребованы, да, и клиенты, многие, очень многие, когда мы их тестировали, показывало, что многие туристы, обращаясь к нам, они в Турции были вообще первый раз в жизни. Почему? Потому что All Inclusive им, как таково, был неинтересен, да, а экскурсионные туры, которые предлагались, они были очень ограничены, их очень было мало. Либо они были перелетов, либо они были неудобны. Здесь же мы вам предлагаем на выбор самые интересные маршруты. Итак, программа Каппадокия. Первый день мы прилетаем в Анталию, как я говорил, всех мы встречаем, привозим в отель, помогаем разместиться. Гид дает самую подробную информацию, он с ними живет в отеле, постоянно он рядом, всегда рядом находится. И в первый день мы расселяемся, отдыхаем. Обычно это отели на первой береговой линии, да, мы с морем практически не расстаемся. Вот, отдохнули, адаптировались, и на второй день мы отправляемся всем вам знакомую экскурсию по Анталии. Это тот самый тур, где вы посещаете водопады, вы посещаете старый город, погуляете по нему, зайдете там в музей. Вы также посетите, конечно, неотъемлемой частью экскурсии по Анталии, является это, естественно, шоппинг. И, естественно, вы заедете еще и в ювелирный кожаный центр. Это такая будет экскурсия на один день, стандартная, которую вы все знаете. На третий день, вот, перед начале две ночи, да, и на третье утро рано мы отправляемся уже непосредственно в саму Каппадокию. Но по дороге в Каппадокию мы заедем в одно очень интересное место, наверняка вы про него не слышали, это называется город Конья. Но в этом городе Конья находится мавзолей суфийскому Руми, да, и суфизм считается одним из самых гуманных толкований ислама, и их вот считают вообще мистическими, да. И вы увидите знаменитый танец Дервишей, когда у них одна ладонь обращена к небу, другая к земле, и они медитационно обращаются, и вы также вот сможете присутствовать там на вечере, где сможете посадить это представление, да, и вместе с ними можете даже помедитировать. Это все опьяняется, это все очень здорово. Там создается такая очень добрая, спокойная, волшебная обстановка. Мы посещаем этот город Конья, мы в ней останавливаться не будем, посетим этот мавзолей. Гид интересный и увлекательно расскажет вообще о суфизме, о этом течении. И после остановки мы дальше поедем уже непосредственно в саму Каппадокию. Мы приезжаем, также отель будет непосредственно там недалеко от самих красот. Вы разместились, отдохнули, да, и у вас будет на утро уже экскурсия непосредственно по самой Каппадокии. Посмотрите этот парк Гюреме, люди погуляют, потом посмотрите подземный город. У вас будет удивительная возможность там сделать очень интересные фотографии. Затем вы переночевали в Каппадокии, да, и на пятый день мы отправляемся, значит, не переключается, да? На пятый день из Каппадокии мы отправляемся обратно уже в Анталию. В Анталии у нас, также мы будем проживать на берегу моря, да, то есть мы снова возвращаемся к морю. И в зависимости от того, как погода выдастся, да, там в прошлом году, например, вот весь ноябрь люди у нас купались. Я думаю, что судя по тому, какая сейчас погода стоит в Анталии, в этом году ноябрь тоже будет купабельным, так сказать. И это вот экскурсии, которые уже обязательны, да, то есть они включены в программу, и турист не может от них уклониться. Почему? Потому что они связаны с переездами. То есть мы переночевали две ночи в Анталии, да, и с вещами мы отправляемся уже в Каппадокию. Затем мы когда возвращаемся из Каппадокии в Анталию, то оставшиеся дни, они в принципе свободны, да, и турист может их проводить по своему желанию и по своему усмотрению. Но также на месте мы предлагаем за дополнительную плату уже, да, по желанию клиента посетить Церковь Святого Николая, да. Вы знаете, что недалеко от Анталии находится Церковь Святого Николая, а он один из самых почитаемых святых в православном мире. Это Церковь, которую он основал, в которой читал всю жизнь свои проповеди, да, и в которой же он после смерти был захоронен. Там же находится, после посещения Церкви, мы посетим, мы на лодке покатаемся по морю, где вы сможете посмотреть удивительные красоты, наскальные захоронения можете посмотреть Ликийского периода, и плюс еще увидите затонувший город под водой. Тоже все очень интересно, увлекательно. Затем мы возвращаемся обратно в отель. Это экскурсия на полный день. Она идет с обедом. Вот, и на седьмой день клиентам будет предлагать поехать в океанариум. Те, кто были, наверное, знаете, что это один из самых крупных океанариумов. Там собрано огромное количество разной живности, да, морской, и там очень интересно гулять людям, там, независимо от возраста. Вот. Мы отдохнули, мы поездили, да, и на восьмой день мы уставшие, счастливые, возвращаемся домой. Экскурсии, время экскурсии, передвижения организовано все так, чтобы не было длительных переездов. Всегда есть остановки, там, на обед, остановки, там, вот, мы заезжаем, там, в Конио, в город, да, там, смотрим музей. И поэтому это расстояние, которое вы преодолеваете, оно проходит очень легко и незаметно. И плюс еще, конечно, увлекательные рассказы самого гида, да, потому что они напичканы просто вот знаниями про историю, про культуру страны, и они могут рассказывать очень-очень много интересного. Вот. Это был экскурсионный тур Каппадокия. В этой Каппадокии вы можете бронировать как BB, так и HB. Вот. И на месте там гиды будут предлагать еще и всевозможные пакеты, да, тех экскурсий, которые я называл, плюс еще обеды, плюс еще ужины, если вы продали там BB, да. И клиент получает за очень низкую стоимость сам продукт, и на месте он уже сам решает, сколько ему денег и на что потратить, да. То есть обязательных доплат нет, но мы предлагаем различные опции для удобства клиента, да. И каждый под себя выбирает тот пакет, который ему больше подходит. Кто-то меньше кушает, кто-то вообще не ужинает на диете, да. Поэтому на любой вкус мы предлагаем совершенно разные опции, и люди смогут этим воспользоваться. Вот. Затем у нас есть экскурсионный тур Турецкая ривьера. Это Стамбул плюс Анталия. Это тоже очень интересная экскурсия. Здесь в 90-е годы, когда говорили Турция, то она ассоциировалась исключительно со Стамбулом, когда еще люди не знали про Анталию, да. И Стамбул это поистине величайший город, который нужно посмотреть, увидеть, его надо прожить. Он двойственен во всем, да, тут сочетается древняя архитектура с современными строениями. Возьмем даже сам пролив Босфор, он тоже двойственный, да, там у него есть верхнее и нижнее течения из мраморного в Черное море. И этот город, у которого есть необыкновенная атмосфера, необыкновенная энергетика, это город, в который я катаюсь по всему миру, но это именно тот город, в который я хочу снова и снова возвращаться. В Стамбул будут, значит, две программы, да, они абсолютно одинаковые. Отличие в том, что есть вариант, когда можно стартовать со Стамбула, да, прилет в Стамбул, а есть вариант, когда можно прилететь в Анталию и проехать в обратном порядке по тому же маршруту. Первый день мы прилетаем в Стамбул, мы также помогаем, так же гид по той же схеме встречает, помогает разместиться. Сели мы не в центре города по этой программе, а сели мы в районе, который называется Кумбургас. Кумбургас – это регион Стамбула, эти отели расположены прямо на берегу моря, да, у них свой пляж, и, как я говорил, там вот, если вот в теплый период попадать, то можно еще и искупаться в мраморном море. Вот, мы размещаем в этих отелях, и, так же, вот, на следующий день на месте мы предлагаем, там, дополнительные опции, да, там, в том числе экскурсии по самому Стамбулу с посещением всех красот и основных достопримечательностей, таких, как, там, Айя София, там, Лубай мечеть, дворец ТОП КП, мы предлагаем, значит, прогулку, там, накатили по Босфору и так далее, да, мы в Стамбуле ночуем две ночи, и на третий день, там, у нас есть, да, еще прогулка по Босфору, и отправляемся затем из Стамбула в Трою. Это тоже увлекательная поездка, дело в том, что автобус с туристами заезжает прямо на барон, туристы выходят из автобуса, размещаются на палубе, и мы на этом пароме переплываем через пролив Дарданеллы. Открываются очень красивые ландшафты, там полетает куча чаек, да, по дороге, и туристы начинают их кормить хлебом, и пока вот вся дорога движется, да, через пролив, эти чайки летают просто конвейером, и люди их вот постоянно кормят хлебом, тоже интересное зрелище. И мы из Стамбула перебули через пролив Дарданеллы и отправляемся в колыбель истории Салемены Турции, и это, конечно, Троя. Троя самая, наверное, знаменитая и интересная история, самая романтичная, да, про которую снимали множество фильмов и много рассказов. Мы отправляемся в Трою, это город Чанак-Кале. В Чанак-Кале, естественно, у вас будет экскурсия, увидите того самого деревянного коня, но, конечно, в современном исполнении, вот, послушайте интересные рассказы, и здесь вы будете ночевать после Трои в местечке, которое называется Айволык. Эти места считаются самыми красивыми в Турции, именно в побережье, там такие изрезанные берега, холмистые и очень красивая природа. Многие турки, да, именно отправляются отдыхать сами, вот, именно в эти места, потому что они считаются самыми красивыми. Вот, мы побыли, посолили Трою, переночевали в Айволык, и оттуда мы спускаемся. Это мы все спускаемся, да, если смотреть по карте. Мы приезжаем в Памуккале. Памуккале, для тех, кто не знает, это в переводе с турецкого означает «хлопковый замок». Представьте себе склон горы широкий, да, и который весь покрыт белым кальцием, да, но, когда издалека смотришь, это все кажется, как будто покрыто снегом. То очень красиво, это впечатляет, и там образовались такие травертины, бассейны, которые спускаются вот каскадами. Мы приезжаем в этот город. Памуккале считается самым древним курортом вообще. И так как он славится с давних времен своими целенными свойствами, сюда люди приезжали лечиться в самые древние времена. Мы прогуляемся по древнему городу Иераполис, посмотрим амфитеатр, который очень хорошо сохранился. Некоторые могут попробовать свое ораторское искусство, да, там некоторые у нас бывают попадают, там даже оперные певцы пробуют себя в этом амфитеатре, а там необыкновенная акустика. Вот, и прогуляемся, конечно, по самому древнему, ну, самый древний склепый находится, ну, имя длинный находится в городе Иераполис, да, самый длинный некрополь. И сохранение здесь самое интересное, да, при виде которого можно рассказать, да, кем этот человек был при жизни, что он любил и чем он занимался. Об этом всем, конечно, интересно рассказывают наши гиды. Также у вас будет возможность прогуляться по этим травертиным, там есть открытые участки, вы сможете походить, даже искупаться, и у вас будет уникальная возможность искупаться в самом бассейне Клеопатры. Мы ночуем в самом Памукали у подножия этих травертин, и отель будет с шикарным видом на эти травертины, ночью это все подсвечивается, и вы сидите там на улице за бокальчиком вина, там, после ужина, и любуйтесь этими красотами. Отели будут обязательно со своим собственным термальным источником, где вы сможете там принять какие-то дополнительные процедуры. И переночевав, утро мы отправляемся уже в Анталию. Мы приезжаем на автобусе в Анталию, по дороге мы заезжаем в ковровый центр, да, в ковровом центре это тоже, это не просто шопинг, а это увлекательная экскурсия, потому что здесь, в этом ковровом центре вы увидите все орнаменты всей Турции, да, там, по ковру можно рассказать из какого он региона, да, и почему он именно так выглядит. Это очень интересное шоу, когда они вот бросают эти ковры шелковые, они переливаются вот при свете, да, и удивительно, интересно все рассказывают. Мы приезжаем, значит, в Анталию, в Анталию у нас заключительные дни, мы на побережье уже Средизельного моря, да, отдыхаем, купаемся, загораем, да, и отсюда мы отправляемся обратно уже через Стамбул в Анталию. У нас будут две опции, да, там можно будет улететь сразу, то есть это будет, ну, в будущем, да, но сейчас идет программа с внутренним перелетом. Из Анталии в Стамбул лететь совсем недалеко, и обратно там это занимает около 40-50 минут. Эта экскурсия интересна еще тем, что вы увидите Черное море, увидите Мраморное море, покатаетесь на проливе Босфор, искупаетесь в Игейском море, а потом будете нежиться в теплых водах Средизельном море. То есть вы сразу четыре моря, и пролив Босфор можете потрогать своими руками, плоскаться в этой воде. Программа довольно такая обширная, да, она также вот длинная, да, по расстоянию, но так как переезды, они не длительные, да, там мы из места места переезжаем, и все устроено так, чтобы клиент не сильно переутомлялся, чтобы ему было комфортно переезжать. Даже тем, кто там плохо переносит дороги, да, там мы все рассчитали так, что будет комфортно. Это вот такой интересный экскурсионный тур, Турецкая ривера она называется, на сайте вы можете также в онлайне поискать, найти на желаемую вам дату. На этой экскурсии и, значит, в экскурсии по Каппадокии, на этих двух экскурсиях мы посещаем огромное количество, значит, музеев, парков национальных и так далее, да, и где есть вход, где вход платный. И на этих экскурсиях клиент входные билеты оплачивает самостоятельно. Объясню, почему мы это так делаем. Дело в том, что бывает так, что мы приезжаем в церковь, да, а кто-то из клиентов говорит, ну, я не хочу посещать, я лучше погуляю, да, и поэтому мы сделали вот такую максимально низкую стоимость, да, куда не включили эти входные билеты, да, а клиент на месте уже сам решает, будет он посещать эти места или нет. То есть мы группы привозим, мы эту экскурсию гид у нас проводят, да, но посещение, конечно, тоже вот по желанию. Вот, на месте, как я говорил, там возможны дополнительные опции, да, там можно купить экскурсии как по Стамбулу, да, так и эти входные билеты там с ужинами, с обедами, да, там будут предлагать разные опции. Кстати, на сайте у нас висят эти пакеты, да, которые вы можете посмотреть и показать своим клиентам, и клиент уже заранее будет информирован, да, куда он едет и что ему предстоит, да, какие у него могут быть расходы дополнительные. И заранее он для себя сможет подобрать все опции. Это вот такие вот две увлекательные, интересные экскурсии. И у нас есть еще третий тур, который представлен на сайте. Это экскурсионный тур по Мукале. Это тур, который тоже популярностью большой пользуется. Почему? Потому что он самый легкий. Здесь меньше переездов, здесь вам не надо так далеко и долго ехать. Мы прилетаем в Анталию. В Анталии у нас мы размещаемся. Если самолет прилетает рано, да, то в первый же день мы проводим такой некий ориентационный тур по местности. То, что называется экскурсия по восточной части Анталии, это имеется в виду место, где мы живем. Если мы первые три дня живем там в Белеке либо в Сиде, то это обычная экскурсия в Аспендес-амфитеатр. Там вот, если объехать Аспендес, то наверняка вы там никогда не были. Есть очень красивые акведуки, очень длинные. Есть там турецкие деревушки, апельсиновые плантации. Да, там клиенты смогут там погулять. Если это весна, то люди могут сами походить по апельсиновому саду, пособирать апельсинчики, да, в корзину, да, и тут же либо могут они их с собой забрать, либо из них могут им прямо на месте выжать апельсиновый сок, попить его, и стоит там это, ну, там сущие копейки. Эта экскурсия, она недолгая, она длится всего там 2-3 часа. Вот, если в первый день самолет прилет рано, да, то в первый же день делаем. Если самолет прилетает там после обеда, то обычно эта экскурсия устраивается на следующий день. Если у вас первые 3 дня будут в регионе Кемера, то в регионе Кемера тоже есть турецкая деревушка, да, куда мы возим и показываем там турецкий быт, как живут сегодня там в деревнях турецких, да, там и красивая природа. То есть это такой ориентационный тур по местности, где мы живем и что у нас рядом есть. Вот, затем на второй день у нас тот самый шоппинг-тур в Анталью, да, с посещением водопада, старого города, ну, собственно, тот самый, который входят в другие программы. На четвертый день, то есть эту программу мы называем 3-1-3, да, потому что три ночи в одном месте, одна ночь в Памуккале и заключительные три ночи уже в другом месте. Мы отправляемся также вот в Памуккале, по которой я совсем недавно рассказывал, да, в Памуккале мы также ночуем и на следующее утро отправляемся обратно. Мы живем первые три дня либо в Билеке, либо в Сиде, и заключительные три дня, когда мы возвращаемся, мы уже живем в регионе, там, Кимера, да, разная природа, разные отели. Заключительные там три дня, когда мы возвращаемся из Памуккале, они у нас свободны, и также, как я говорю, там клиент может либо провести это время по своему усмотрению, либо посетить там разные экскурсии, которые мы там за дополнительную плату предлагаем на месте. Вот, этих дополнительных опций бояться не нужно, потому что люди, когда приезжают, они довольно охотно покупают именно эти пакеты, и они довольно охотно едут на другие экскурсии. Почему? Потому что, если вот разобраться, да, там, вот этот клиент, который к нам приехал, это совершенно другой клиент, это не тот, который любит пляжный отдых, да, это не тот, а именно тот, который любит ходить, смотреть, да, и до сих пор он к нам не обращался, потому что мы ему этого не предлагали, да, а есть еще и такие люди, которые 10 раз, 15 раз бывали в Турции, да, но приехав по нашей программе, Турцию открыли для себя совершенно с другой стороны. Да, это интересные туры, и они не являются альтернативой пляжному отдыху, они не являются альтернативой, там, каким-то другим странам, которые сейчас закрыты, да, а это совершенно другой отдых, потрясающий, и интересный, и увлекательный, который можно и нужно предлагать клиентам. Большое преимущество этого, как его это, цена, это вот опции, которые мы предлагаем, да, клиенту, он на месте сам решает, что он будет выбирать, да, и какие деньги он там будет на месте тратить. Вот, настоятельно рекомендую, да, в онлайне все это есть, вы можете посмотреть, почитать подробно, а также вот в онлайне погружено, есть информация про те самые пакеты, которые я вам, про пакеты, которые я вам рассказывал, да, их можно всегда распечатать, положить там перед клиентом, да, чтобы он тоже посмотрел и был проинформирован. Главное, чтобы мы клиента правильно информировали, да, что он едет не на пляжный отдых, а именно экскурсионный тур, да, если клиент хорошо проинформирован, он приезжает, он счастлив, ему все нравится. Сейчас, наверное, мы уже перейдем к вопросам, наверное, я так говорю. Да, к вопросам, если есть какие-то вопросы, Рашид, да, от наших. Да, давайте посмотрим вопросы. Один из первых вопросов, достаточно интересный был, будет ли в отелях Каппадокии отоплетней? Я вам обещаю, что никто не будет мерзнуть, конечно же, обязательно в отелях есть отопление, если эта погода располагает к тому, чтобы отопление включили, то оно обязательно будет. Мало того, так как у нас эти туры будут и в ноябре, и в декабре, и в январе, и в феврале, то, соответственно, по ночам и в Антарии тоже становится прохладно в это время, и, конечно же, в ательских отелях тоже включают отопление, обязательно, обязательно, никто не замерзнет. Ну, кроме того, кондиционеры, которые есть в номерах, они также выполняют функцию отопительную, скажем так, обогревательную, поэтому я думаю, что гости действительно не замерзнут. Плюс Тимур сказал уже, что у нас очень профессиональные гиды-историки, которые непосредственно, самой атмосферой, которой они сидят, обязательно согреют всех туристов. Обязательно, да. Отели, которые будут по этим программам, да, это отели преимущественно 5 звезд. Конечно, это не премиум класса отели, да, но это хорошие пятерки, да, средние. Вы знаете, вот Лариса отели и Армас сеть отелей. И плюс еще Фансен Ривер тоже мы используем на этих программах. Из Армасов отелей и из Лариса отелей мы даже селим не во все, да, а мы выбираем те, которые вот самые лучшие из них. Да, достаточно хорошие на самом деле отели. Это, ну, скажем так, не самые дорогие, возможно, отели, и это действительно такой эконом-вариант, но это достаточно достойный эконом-вариант для таких программ. Да. И эти отели, я хочу обратить ваше внимание, что эти отели обычно не на землю закрываются, но благодаря нашим программам, да, эти отели работают конкретно под наших туристов. То есть, мало того, что в автобусе будут только люди, которые экскурсионщики, да, когда они приезжают в отель, в отеле тоже, во всем отеле будут жить люди все, которые приехали именно по нашей программе, да. Это все люди, и они потом встречаются все вот и делятся впечатлением, ой, а какой у вас гид там в автобусе, что он вам рассказывал, он нам рассказывал то-то, 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 да, там. У нас есть клиенты, которые говорят, вот мы хотим попасть именно вот к тому или иному гиду, да. У нас основной костяк гидов, он всегда работает у нас, и работа гида в летний период, и работа гида в зимний период, она очень сильно отличается. Это совершенно разный подход, и бывает, что гиды, когда они заканчивают работать на летний период, да, и переходят на наши программы, да, то им первую неделю приходится перестраиваться. Почему? Потому что здесь совершенно другое отношение, они совершенно по-другому разговаривают, это совершенно другой тип отдыха, да, и, соответственно, он требует этого, да, он требует именно того отношения, которое клиента заслуживает. То есть одно дело, когда мы продали пакет, да, пляжный, онклюзив, мы привезли, мы свою задачу сделали, да, там получилось, там вот поехали на экскурсии, не поехали, да, это уже другая история. Здесь же мы клиентов привозим практически бесплатно, можно сказать, да, по стоимости авиабилета, да, и работа гида заключается исключительно в том, чтобы он сделал этих людей счастливыми, потому что если люди не будут счастливы, они у него не будут ничего покупать, и он ничего не заработает. Поэтому гиды все из кожи вон лезут и стараются сделать так, чтобы все люди были счастливы. Да, абсолютно верно, я согласен. Наверное, можно сравнить, чтобы наши партнеры-турагенты поняли атмосферу, которая создается, наверное, можно сравнить с таким командным, хорошим, интересным рекламным туром. Наверное, приблизительно такая же достаточно интересная атмосфера. Да, совершенно верно. Тут спрашивают, какое питание в таком туре вы рекомендуете. Как я говорил, на сайте подробно можно посмотреть, если возможны пакеты. И по нашему опыту, где-то процентов 70 клиентов покупают, приезжая на место, сразу некий пакет, да, куда уже включены дополнительные экскурсии, там огромное количество этих экскурсий, да, дополнительных, и плюс еще турецкая баня в подарок. И если эти экскурсии брать по одной, то они получаются дорого. Если они берут пакетом, то там экономия идет, там, чуть ли не процентов 40, то есть на одном пакете можно там 100 и больше долларов сэкономить. Вот, поэтому я, конечно, рекомендую по опыту, да, чтобы люди, когда приезжают на месте, они сразу брали какой-нибудь пакет. И тогда он уже себе знает, что он на всю неделю себя обеспечивал там ужинами, там, обедами и так далее, да, экскурсионной программы. Ну, не то чтобы дорого, но дороже будет, если, соответственно, по одному покупать, да? Да. И, наверное, вопрос такой будет актуален, можно ли все это забронировать сразу, предварительно? То есть, мы сейчас работаем над этой опцией, на данный момент можно забронировать либо BB на базе завтраков, либо Half-Board, да, завтраки, ужины, да. Эти две опции сейчас уже доступны. Мы сейчас работаем над тем, чтобы у клиентов появилась возможность бронировать сразу какие-либо опции, пакеты уже непосредственно у агентства, да. Я думаю, это будет и интересно, потому что, как бы, стоимость продукта, она увеличится, да, и, соответственно, стоимость, ваша комиссия тоже будет увеличиваться. Да. Ну, и, соответственно, наверное, я думаю, что где посмотреть цены на доп. экскурсии по Стамбулу и Каппадокии, мы плюс-минус ответили, эта вся информация, она, в принципе, есть на сайте со всеми стоимостями. Да, это экскурсионные тура, они закреплены как отель, да, под названием, но если вы кликните на название тура, да, как отель там обрисован, и открывается уже подробное описание самого тура, и вы там же найдете именно все дополнительные опции, которые там будут. Вот очень интересный вопрос, на самом деле, периодически, это очень актуально для некоторых людей. Возможно ли бронирование с доплатой первые ряды в автобусе во время айдертура? Да, да, да. Это у нас вопросы бывают, но дело в том, что автобусы, они в большей части не пронумерованы, и у нас нет опции бронировать какие-либо места, да, но если среди клиентов будут какие-то, клиенты, которые реально могут ездить только на переднем автобусе, да, то мы в примечаниях, если будете писать, то мы будем стараться для таких клиентов сажать их там чуть более вперед, да, но лучше, конечно, если человек не переносит длительные переезды, то, конечно, ему такие туры противопоказаны. Я таким клиентам рекомендую именно тур по Муккале, потому что здесь меньше переездов. Если говорить про другие туры, да, то вы также можете увидеть, что есть ограничения на детей. Мы там пишем, что ограничения детей от 14 лет. Я объясню, почему мы это делаем. Дело в том, что поездка связана с длительными переездами, и если вдруг маленький ребенок, и ему стало плохо по дороге, да, то есть у нас просто нет возможности куда-то его отвезти, поселить, да, то есть автобус едет по заданному маршруту, и у нас нет возможности свернуть. Если даже и придется свернуть, да, то представьте возмущение там всего автобуса, вот когда мы объявляем, что вот детей не берем, да, ребенок появляется в автобусе, то это, конечно, уже нестомфортно. Был как раз такой вопрос, чтобы расставить все точки над «и», чтобы, ну, как бы, собственно говоря, те слушатели, которые нас сегодня видят и слышат, был такой запрос, можно ли подтверждать детей там 8-9 лет, соответственно, по запросу? Вы знаете, по запросу бывает так, что нам звонят агентства и говорят, что вот клиент просит ребенку там 12 лет, 13 лет, но они понимают всю ответственность, да, и говорят, что ребенок отлично переносит дорогу, что он уже был там в разных странах, ездил по длинным маршрутам, что все супер, проблем не будет. В этих случаях мы говорим, что исключительно под вашу ответственность, да, почему? Потому что, как я говорил, мы автобус развернуть и куда-то по другому маршруту направить его никак не можем. Если клиент говорит, что да, я принимаю эти условия, я понимаю, что всю ответственность я беру на себя, то бывает, что мы идем на уступки и берем там детей там, ну, 12 лет, 13 лет, да, но младше, ну, не стоит и я не рекомендую, потому что бывает, что да, он хорошо переносит все, но ребенок, ну, ему 8 лет, 7 лет, 6 лет, да, там… Это все-таки достаточно утомительно, да. Ему сегодня интересно, завтра нет, ему сегодня хорошо, завтра плохо. Ну, это все-таки дети, это ребенок, а эта программа, она рассчитана именно на взрослых людей и на длительные переезды, поэтому, конечно, мы вам не рекомендуем брать детей. Ну, да, капризы отдельных детей могут отразиться и на общей атмосфере в автобусе, поэтому, дабы не было никаких непредвиденных ситуаций. Димур, достаточно много все-таки спрашивают о возможности бронирования мест в автобусе, а может быть, какая-то помощь осуществляется все-таки для людей, которые, ну, тяжело переносят, возможно, как-то укачивает или что-то по возможности, да. Мы всегда учитываем пожелания клиентов, если подобных вопросов много, значит, много спрашивают. Если много спрашивают, то мы это обязательно примем во внимание и мы постараемся сделать так, чтобы вот на первоначальное, чтобы люди, которые плохо переносят дорогу, мы их будем пишите в примечаниях, да, в заявку, и мы их будем стараться сажать там вперед, да. А в будущем мы как-то попробуем, да, сделать так, чтобы автобусы были пронумерованы, но это не ближайшая перспектива, сразу говорю. Да. Сколько человек группы? Группы собираются два типа, да, либо, вернее, три типа, да, там, либо это микроавтобус, 10-12 человек, то есть, если самолет весь прилетел, да, там, его мы делим на автобусы, и если это микроавтобус, то это 10-12 человек. Если это средние автобусы, бывает, мы их используем по программе Памуккале, да, то это человек 20 где-то, 23. Если мы говорим про большой автобус, они у нас бывают 45, 47 и 50 местные. Если мы говорим про такой автобус, то мы берем там максимум где-то человек 40. То есть, мы делаем так, чтобы последние ряды, чтобы они не заполнялись, потому что длительные переезды на самых вот задних креслах, они достаточно некомфортны, поэтому мы человек 38, ну, максимум 40 человек сажаем в автобусы. По автобусам немножечко чуть поподробнее просят рассказать. Такие вопросы, есть ли в автобусах санузлы, и есть ли возможность приобретения каких-то напитков, в том числе горячих напитков? Да, в автобусах можно будет приобретать холодные напитки, да, горячих, вот, редко встречается, и в туалетах нет санузлов. Объясню почему. Простите, да, в автобусах нет санузлов. Почему? Потому что в Турции очень хорошо развит, да, именно вот автобусный тур, да, сами турки там до последних 10 лет, они передвигались исключительно на автобусах, и поэтому по дороге, там, неважно в каком направлении, куда вы едете, из какого города в какой, огромное количество мест, да, для остановок, в том числе для туалета, которые чистые, аккуратные, там же, где можно и перекусить, и все нужды. Поэтому в автобусах санузел мы не используем. И вот такой очень актуальный вопрос поступает по поводу полета на шарах. Насколько будет возможность и время полетать на шарах, и, скажем так, партнеры делятся некоторыми опасениями, что говорят, что китайцы все выкупили, и мест гарантированных не будет. Да, китайцев в Каппадокии в последние годы стало очень много, и шары они скупают просто заранее. И если вы хотите себе прогарантировать полет на шаре, то лучше эту опцию, да, оплачивать заранее, да, или заранее ее бронировать. Почему? Потому что действительно шаров там достаточно, да, но летают они только в ограниченное время. Это либо утром очень рано, вот, либо вечером, да, но вечером летают только, там, единицы. Все они летают утром рано, а днем невозможен полет на шаре в силу того, что это опасно, уже начинаются порывы ветров, и летают они только утром. Поэтому мы всем будем стараться обеспечить полет на шаре, но если, например, клиент бронируется, и вы предлагаете опции, да, там, все возможные пакеты, то если мы знаем заранее, что этот клиент купил там свой тур уже с полетом на шаре, то он обязательно у него состоится. Ну, значит, то бишь, как бы, возможно, обязательно будет, старайтесь бронировать заранее. Значит, вот такой очень интересный вопрос. Почему программу «Турецкая ревера» нельзя бронировать троих человек с размещением один номер? Это не так. Если эта опция сейчас отсутствует, то это какая-то техническая ошибка, но ее, в принципе, не должно быть. У нас предусмотрено проживание либо одного человека, да, в этом случае идет единовременная доплата, да, за одноместное размещение. Если вы вдвоем, то цена та же, если вы втроем, то вы платите просто за три человека. То есть, в номере можно продержать сингл, дабл, трипл. В случае сингл вы доплачиваете за место размещения, а в случае трипл никакой доплаты нет. Возвращаемся немножечко к шарам. Значит, вопрос такой, если не будет, то есть, летная погода, если будет плохая погода, потому что они тоже там ориентируются же на погоду, возвращаются ли деньги в том случае, когда заранее забронировано? Мы все можем делать, кроме погоды. Но деньги будут вероозвращаться? Погода мы в автобусе будем делать, атмосферу мы в компании будем делать, да, но в тех случаях, когда не получается полететь, да, то, конечно, деньги возвращаются. Это даже не обсуждается. Хорошо, значит, сейчас пройдемся в... А, вопрос такой был очень такой, наверное, важный. Можно ли рассказать, какой отель непосредственно или отели по размещению в Стамбуле в Камбургасе? В Камбургасе конкретный отель я сейчас не назову, на память не помню, да, но это отели, которые расположены на первой береговой линии и имеют даже свои небольшие пляжи. Как я говорил, там вполне комфортные условия, и если хорошая погода позволяет, то даже можно купаться. Отлично. И все-таки, какое максимальное размещение в номерах? Есть ли возможность разместить взрослых людей с двумя детьми, которые подходят по возрастному ограничению? Знаете, мы делаем эти туры, да, и мы берем детей, там, от 14 лет, да, но мы про себя не называем их детьми. То есть у нас нет здесь опции, когда вот, если вы берете на пляжный отдых ребенка, да, там, для него предусмотрены какие-то скидки. В нашем же случае нет. То есть этот ребенок идет как взрослый, и поэтому максимум мы размещаем три человека. Но, если вдруг будут какие-то единичные случаи, да, то по запросу мы сможем рассматривать, да, там, варианты, когда, да, там, двое взрослых и двое детей, да. Соответственно, для них будет уже не стандартный номер, да, а какой-то уже нужно будет делать апгрейд, и, соответственно, это будет иметь какую-то разницу в цене, да, то это единичный случай. Если вчетвером, то мы рекомендуем брать уже, конечно, два отдельных номера, потому что вы платите и так, и так одинаковую стоимость. Да, значит, вот такой вопрос, наверное, вопрос не совсем к Тимуру, но, тем не менее, возможно ли забронировать тот тур с возможностью в дальнейшем остаться непосредственно на побережье, непосредственно на Талийском, я так понимаю, да. Я думаю, что такие возможности обязательно будут, в любом случае по таким турам вы отправляете запрос, это будет что-то вроде, допустим, нестандартного тура, предложим размещение, как бы, если туристы хотят продлиться каким-то образом, остаться непосредственно в Анталии, если, как бы, ваших гостей все устроят, то, конечно. Я добавлю, что были такие уже случаи, когда клиент приезжал и говорил, я хочу сначала неделю покататься на экскурсионном туре, а потом еще на одну неделю хочу остаться просто на пляже, он будет отдохнуть. Такие случаи у нас были, да, то есть он катался по нашим продуктам, да, он отъездил всю программу, а потом он просто поехал в XS Premium и отдыхал там неделю. Такие случаи единичные, они бывают, и это вполне возможно. Да, ну, естественно, будут определенные доплаты, помимо проживания и за изменение дня вылета, потому что, как бы, непосредственно в тур заложена стоимость перелета с определенной, так сказать, длительностью, да, если длительность увеличивается, соответственно, и стоимость может тоже измениться. Значит, по детям мы вроде бы все вопросы ответили, значит, про воздушные шары тоже. Спрашивали про авиакомпании, решили, вначале, наверное, его пропустили, рассказывал, что авиакомпании будут Red Wings и North Aviation. А у них, вы знаете, борты все современные, хорошие. Хорошие борта, давайте, на самом деле, подытожим, значит, проверьте непосредственно, очень скоро мы уже буквально через несколько минут, непосредственно к розыгрышу перейдем, у всех ли работает комментарий, непосредственно можете выливать, кто первый, на самом деле, ответит, тот и будет победителем. Подытожим, значит, с 1 ноября у нас стартует полетная программа на крыльях авиакомпании Red Wings и Nord Aviation по направлениям, значит, Анталия и Стамбул. В обоих случаях мы с вылетом, значит, и в Анталию, и в Стамбул предлагаем бронировать, помимо основных программ, допустим, по Анталии у нас есть, ну, собственно говоря, обычные пляжные туры пакетные, которые могут туристы забронировать, а по Стамбулу у нас тоже есть, соответственно, определенные программы для тех гостей, которых не хотят, там, допустим, кататься на автобусе, возможно, у них интересуют немножечко другие туры. Соответственно, помимо этих основных программ, мы на сегодняшний день предлагаем вам, как я уже сказал, достаточно эксклюзивные программы в виде вот таких экскурсионных туров, три программы, которые мы на сегодняшний день предлагаем на сайте. С 1 ноября, с началом полетной программы, вы можете бронировать, бронировать можете уже сегодня. Для мотивации, непосредственно, бронирования мы предлагаем на сегодняшний день такие акции, как промокоды, значит, кстати, время вот-вот истекает, 17 октября, время промокодов на бронирование данных экскурсионных туров истекает, но, тем не менее, вы еще можете забронировать. Кроме того, значит, мы по акции отеля предлагаем дополнительную, значит, если можно так выразить, прибавку комиссии при бронировании, и, значит, естественно, у нас действует программа, не забываем про нее, легкие деньги авиа, которые являются очень популярными на сегодняшний день на рынке. И, значит, бронируйте, я думаю, ваши туристы и ваши гости останутся довольными. Сейчас посмотрю, есть ли у нас какие-то еще вопросы, пока мы отвечали на эти, вот буквально несколько комментариев, значит. Сколько времени занимает трансфер Танталии до Каппадокии? Это сложно назвать трансфером, потому что это не просто трансфер, это не просто чистый переезд, да, а это экскурсия. То есть она занимает практически весь день, утром рано не отправляется, но у них будут регулярные остановки. И плюс они еще заезжают, как я говорил, там в коню, да, и смотрят музей, потом они оттуда уже переезжают. Но расстояние там небольшое, и оно преодолевается довольно легко. Там чистой езды получится где-то часов в шесть, да, в автобусе вы будете ехать примерно, да, там. Но в целом это экскурсия, которая растягивается на весь день, и она вот будет полна впечатлений. У нас есть даже человек, который уже погуглил и точно рассчитал 493 километра. Да, совершенно верно. И так, дорогие друзья, собственно говоря, практически на все вопросы мы постарались вам ответить. То есть по поводу ужинов спрашивают, да, да, вопрос. Ужин у нас всегда проходит в отелях, да, там, неважно, сразу он оплатил или на месте. Ужин всегда проходит в отелях, потому что к ужину мы всегда возвращаем клиентов в отель. Значит, что касается экскурсионных программ, дополнительных экскурсий, каких-то дополнительных опций, мы будем, сейчас уже есть какая-то информация на сайте, мы будем ее обновлять постоянно, следить, чтобы вы заранее получали, ваши туристы, заранее по возможности получали ту информацию, которая вас интересует по дополнительным опциям. Как уже сказал Тимур, если забронировать дополнительные опции пакетами, они выходят, скажем так, существенно дешевле и выгоднее, поэтому, конечно, Тимур, мы всех, в принципе, рекомендуем по возможности, если те экскурсии, которые представлены в дополнительных программах, в дополнительных пакетах, они интересуют не без гостей, а практика показывает, что они в итоге интересуют практически всех бронировать заранее. Ну что, давайте перейдем непосредственно к розыгрышу, да. Что мы сегодня будем разыгрывать? Мы будем разыгрывать один экскурсионный тур по программе Каппадокия на двоих. На двоих. На двоих, да, соответственно, с дополнительной плюшечкой. Какая у нас дополнительная плюшечка? В качестве дополнительной плюшечки те два человека, которые первыми ответят на наш вопрос, если они внимательно слушали, эти два человека получат не просто бесплатно эту поездку, да, они также на месте получат максимальный пакет всех экскурсий, которые вот есть на сайте. Посмотрите, пакет Макси вы также получаете в подарок на два человека. Отлично. Рекомендую дослушать вопрос до конца, потому что фальстарты не будут учитываться, будут учитываться те ответы, которые будут непосредственно получены, тот ответ, который непосредственно будет получен после окончания полного вопроса. Я сегодня рассказывал про три тура. Первый тур – это Каппадокию, второй тур – это Соснабула в Анталии, и третий, который называется Памуккалеш. Во время тура Каппадокия я рассказывал, что мы заезжаем по дороге в город, назовите его, и вы получите бесплатно две поездки. Ну, непосредственно я сейчас посмотрю. Возможно, подсказочка – город является центром религиозного течения суфизм. Так, у нас есть, по-моему, уже ответы. Сейчас мы обновимся, и пока у нас не вижу ответов. Ну, в любом случае... Да, у нас есть ответ. Сейчас мы еще обновимся. У нас несколько ответов. Наверное, наши коллеги посмотрят, либо подскажут, либо помогут нам, кто именно первым ответил. Да, тут сложно определить, потому что очень... Вижу, по крайней мере, судя по, значит, по комментариям, которые непосредственно здесь идут, мы сейчас еще раз обновимся, посмотрим, кто у нас первый ответил. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, простите. Кумбургас нет. Господи, где все комментарии? Сейчас, простите, мы сейчас все это обновим, и назовем, кто у нас, по крайней мере, по комментариям вышел первый. Так. Ниже, ниже. Вот тут очень сложно. Да, тут сложно, наверное. Тут все пере... Я надеюсь, что... Наверное, пусть лучше коллеги нам подскажут. Да, коллеги нам подскажут, кто был первый, соответственно. Да, судя по тому, что очень много правильных ответов, наши коллеги нас внимательно слушали, за что мы вам безмерно благодарны. Благодарны, да. Спасибо, что... С победителем мы обязательно свяжемся. В общем, вы потратили на свое время, надеемся на платформное сотрудничество, вам побольше хороших, некапризных, добрых, богатых клиентов, а нам хорошего зимнего сезона. Всем удачи. Спасибо большое, и будьте уверены, все будет честно, с победителем свяжемся. Спасибо большое.